На сегодняшний день технологии достаточно бурно развиваются. Это показывают операторы сотовой связи, в первую очередь, внедряя ЛТЕ на территории города Екатеринбурга. Если вы ещё не попробовали, попробуйте обязательно. Скорость действительно очень хорошая. Первопроходцы здесь сотовая связь. Сотовая связь, конечно. На сегодняшний день технологии позволяют очень быструю и качественную связь давать, при том с возможностью перемещения. Wi-Fi интересен с точки зрения покрытия конкретных площадок, чем мы и занимаемся. Социальные объекты, плотинка, вайнеры, парки, скверы, больницы, может быть, школы в ближайшее время. Задумаемся об этом и так далее. Wi-Fi трамвай у нас в городе есть. Но это всё равно ограниченное пространство. А когда мы говорим про 3G или ЛТЕ связь, 4G ещё её называют, то есть это, так скажем, практически на тех же скоростях, что и Wi-Fi. То есть можно пользоваться интернетом, можно пользоваться какими-то ресурсами. Конечно, такая технология, она вроде как беспроводная, но требует определённой скорости. То есть эти коммуникации потребуют кабельную продукцию. И операторы, которые предоставляют такие ресурсы, они говорят надеально о том, что мы свои ресурсы для запуска ЛТЕ должны прокладывать подземным способом, потому что это надёжно, это понятно, и для нас уже критичны именно скорости, для нас критичны обрывы и так далее. На улучшении качества связи вот эта ситуация с тем, что провода уйдут под землю, как скажется? То есть однозначно это самый надёжный способ размещения кабельной продукции. То есть меньше аварийность, больше порядка, больше понимания инфраструктуры, соответственно, какие-то плановые работы, ещё что-то, то есть можно заранее согласовывать и проводить. Кроме того, эти все кабельные трассы нанесены на карт-схемы у нас в главархитектуре. То есть это легальные, скажем, понятные всем трассы. Соответственно, кроме каких-то случайных обрывов или непредвиденных просто каких-то ситуаций, каких-то аварий, поломок вообще не должно быть. Глобально, получается, тенденции две. Во-первых, все оптиковолоконные линии действительно уйдут под землю, и это хорошо, потому что это надёжно, понятно и прозрачно. Во-вторых, уйдёт всё в телефон, мобильный интернет станет нашим будущим. В целом, да. То есть на сегодняшний день, разговаривая с операторами связи, мы видим, что тенденция идёт к тому, что и телевизор скоро не надо будет по проводам подключать, а, в принципе, может быть, сим-карту вставить в него, и этого будет достаточно. В принципе, операторы мобильной связи к этому и идут. То есть больше мобильного контента, больше возможностей. Я очень надеюсь, что не надо будет разводку проводов дома скоро делать. Ну, соответственно, очень сильно уменьшится количество кабелей, которые необходимо именно по жилым массивам тянуть. Спасибо вам большое.